Всем привет, с вами я Азаза. Продолжаем собирать уникальный транспорт в GTA Vice City Stories. И на этот раз у нас уже миссия за Рейню Вассермайера, или как-то так, я уже не помню, чуть не сказал Вассермана. Так вот, миссия Accidents Will Happen. Я мог неправильно почитать первое слово, потому что я не совсем понимаю, как оно правильно читается. В общем, суть в чем? А в том суть, что это, наверное, одна из самых лучших машин, которые вы можете добыть в этой игре. Так, наконец-то пропускаем все. И сейчас вы ее увидите сами. Вот этот красный Infernus. В чем же его характеристики такие уникальные? Ну, помимо уникального цвета, то, что он очень ярко-красный, он обладает взрывоустойчивостью, тяжелой физикой, пуль непробиваемыми колесами вроде бы, но об этом чуть позже. Для начала советую вам всем пополнить свои жизни. Если у вас жизнь не полная, вон на заднем плане, прямо напротив выезда лежат жизни, потому что здесь они вам понадобятся. Говорю сразу, получается не с первого раза получить эту машину, но процесс получения очень прост. Хотя, смотрите-ка. Э, что, такой же красный, что ли? Ну, либо прямо в точь-в-точь. Но, по-моему, чуть-чуть темнее, смотрите-ка. По-моему, чуть-чуть темнее все-таки. Но это, в принципе, несложно пройти по тому случаю девайсом, что мы, наверное, в конце и сделаем. Если, конечно же, найдем еще такой же красненький Infernus. Так вот, едем на стандартное место, к порту. На карте это вот здесь. Нет, не здесь, а вот здесь. Да, вот меточка стоит. В принципе, далеко ехать не придется. Всего лишь через один остров немножечко проезжаем. Машина быстрая, поэтому это не составит никакой вам проблемы. Главное, так вот поменьше врезайтесь. И, как вы видите, характеристики сейчас очень хорошо проявляются. Но, как я говорил, получить ее с первого раза, возможно, у вас не получится. Так, что еще бы сказать такого? А, по поводу... По поводу еще одной такой рубрики, что ли, на моем канале, которую я начал сто лет назад уже, наверное, до Нового года абсолютно точно. Где-то, по-моему, в октябре вышла первая часть по секреты мультиплеера, в котором было лишь краткое описание некоторых режимов игры по сети. И после этого все. Попадались комментарии, типа, а когда будет геймплей по сети и прочее. Я сам, честно говоря, очень жажду сыграть по сети с кем-либо, но вы скажете, типа, ну пригласи друга и сыграйте, что тут сложного. Я бы с радостью это сделал, но у друга то одни проблемы, то другие. И поэтому, если вы хотите это видео, надо его как-либо достать. То есть, смотрите, в описании вы можете найти ссылку на его канал. Заходите, да, не знаю, делайте, что хотите. Блин, да, свернули. Делайте, что хотите, там, не знаю, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, сними видео с ЗАЗой, или в личку пишите. В общем, сделайте так, если вы, конечно же, хотите, чтобы я снял это видео. Итак, пришлось прерваться, но, в общем-то, на чем мысль окончилась. Да, пишите ему, пишите, если хотите же видеть у нас видео, которые по сети. Итак, мы приехали, и что теперь надо сделать? Теперь вам надо как можно быстрее заехать. Вот, то есть, мы просто жмем квадрат, да, по максимуму. И вот сейчас уже, когда миссия проваливается, выезжаем. Как видите, жизни у нас отнимаются. И теперь самая интрига. Стала ли ваша машина уникальна, точнее, осталась ли она ей или нет. Как проверить? Вот тут куча машин едет. Попробуйте врезаться в одну. Как вы видите, у меня сейчас машина не обладает тяжелой физикой. Значит, мне не повезло. Поэтому я вернусь через секунду с новой уже попыткой. Вторая попытка, друзья. Надеюсь, в этот раз мне повезет. Вот, когда я тренировался, у меня получилось как раз-таки со второй попытки. Едем, едем, едем. Итак. Проверяем. Твою же. Или все-таки нормально. Давайте проверим на каких-нибудь маленьких машинах. Нет. К сожалению, вновь. Ну что ж, третья попытка. И пока я пробовал доехать, то есть вновь забирал машину, я вспомнил, что эта машина еще должна обладать огнеупорностью. Так, сейчас я просто по максимуму жал. Как только можно дольше. Ну что ж. Давайте сейчас. Да, прекрасно. Ну что ж, давайте посмотрим характеристики, помимо тяжелой физики. Начнем с колес, наверное. Шикарно. Дальше. Взрывоустойчивость. Ну, прямо как влетая. Дальше мне нужен чит-девайс для огнеупорности. Не обращайте внимания на то, что у меня отключены звезды, потому что они в этой миссии вообще никак не участвуют. Но для тестов с гранатометом я решил все-таки отключить. Так. Смотрим. Ага, вот он. И как видите, огнемет тоже ничего не может поделать. Вроде бы это все характеристики. Сейчас я еще раз посмотрю. Огнеупорность. Пульпром колеса. Взрывоустойчивость. Да, тяжелая физика. И уникальный, все-таки уникальный цвет. Все-таки он чуть-чуть более красный. Ну что, ребят, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Комментируйте. С вами был я, Зазов. Всем удачи и пока.